Александра многие забайкальцы знают как фотокорреспондента краевой газеты «Забайкальский рабочий», постоянного участника многочисленных фотографических выставок и автора художественной фотографии. Творческие интересы мастера широки. Он активно работает в жанре пейзажа, портрета и анималистики. Его пейзажные фотоработы посвящены неповторимой красоте природы нашего края. Метализация, цветопередача должна быть очень точная. Чисто технически это для меня было довольно просто. Тем более лет 15 я отработал в художественном музее фотографом, снимал эти работы. Поэтому это умею делать. Как журналист он участвует в массовых мероприятиях, концертах и выставках. Поэтому в его фотогалерее знакомы и неизвестные лица, деятели культуры и политики, учителей и рабочих, соседей по дому и просто случайных прохожих. Особую любовь питает он к нашим меньшим братьям, успевая остановить забавные мгновения их жизни. Вторая часть тречи была посвящена творчеству известного забайкальского живописца Владимира Калашникова. Особая страница для него, то, что было в фильме, это, конечно же, портрет родных. Там, благо, семейство-то большое, и сын, и дочь, и по два наследника у каждого из них. Ну, то есть там вот целая галерея. Художник родился на Иркутской земле. Закончил сначала Иркутское художественное училище, а затем Академию художеств в Ленинграде. И приехал в наш город. Здесь он состоялся как мастер живописных полотен, а также иллюстратор книг забайкальских авторов. Здесь он встретил свою судьбу и создал семью. Многие здания в городе, как, например, гостиница «Забайкалье», украшают его монументальные работы. А музейные фонды хранят его полотна, написанные с любовью к забайкальской земле и людям. Совершенно шикарный художник. Жалко, что вживую не довелось пообщаться и поучиться, потому что школа совершенно шикарная, мощная. Галина Миртова, Елена Имонакова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.